Добрый вечер. Меня, конечно, так громко представили. На самом деле я работаю вполне обычным врачом-терапевтом. Стою на рутинном терапевтическом приеме, но пытаюсь немножечко заниматься специализациями в виде эндокринологии и инфекционной болезни. Слишком громко представили, поэтому внесла маленькую корректировку, чтобы было понятно, что я точно так же, как и все вы, занимаюсь вполне обычными пациентами, которые просто приходят в клинику, у которых просто чешутся ушки, которые просто поносят несколько дней. Но вот с такими пациентами мне, к сожалению, или к счастью, приходится работать каждый день. Перед тем, как я начну рассказывать про сегодняшнюю тему, я хотела бы понять народное мнение. И мне очень любопытно было бы спросить у вас, как часто в своей практике, и кто из вас в своей практике, отвечайте, пожалуйста, вот таким вот образом, встречал болезнь Адисуна. Одна рука, две руки, три, четыре, пять. Пять рук. Всем остальным будет неинтересно, да? Шестая рука поднялась, все остальные уходят, да? Шесть вышли, все остальные остались. Хорошо так и сделают. На самом деле, я думаю, что когда мы с вами сегодня поговорим, точнее я поговорю о болезни Адисуна, к концу лекции рук будет раз в десять, наверное, больше. Потому что я буквально уверена, что, наверное, каждый второй, а может быть даже и каждый из вас в своей практике когда-нибудь досталкивался с этим заболеванием. Потому что на самом деле гипоадренокартицизм это одна из достаточно распространенных болезней молодых собак. Сегодня мы говорим только про собак. Сегодня мы не упоминаем такой вид животного, как кошка. Мы будем говорить про синдром Адисуна, про болезнь Адисуна, про гипоадренокартицизм у этого вида животных. Перед тем, как мы приступим к рассмотрению самого заболевания, естественно, обязательно нужно вспомнить физиологию. Вот как бы мы тут с вами не крутились, куда бы мы с вами ни ткнулись, но без курса физиологии, ветеринарная академия нам, к сожалению, будет никуда с вами не деться. Потому что если понимать патогенез развития заболевания, а уж тем более, чтобы понимать правильность лечения какого-либо заболевания, нужно понимать, что в организме, за какие функции отвечают. Итак, нас с вами сегодня интересует гипоадренокартицизм. Название говорит само за себя. В общем-то, все достаточно понятно. Гипо – это гипофункция, это недостаточная функция, и картицизм – это коронодпочек. Соответственно, болезнь, которую мы с вами сегодня обсуждаем, это болезнь, связанная с недостаточным синтезом каких-то гормонов коронодпочек. Надпочечники работают в организме не сами по себе. Это не автономный орган. Это орган, который регулируется вышележащими отделами эндокринной системы, либо же концентрациями электролитов и других гормонов в сыворотке крови. Возвращаемся опять же к физиологии, о которой я вам говорила. Надпочечники содержат в коре несколько слоев, и в этих различных слоях вырабатываются совершенно разные гормоны. Всего есть три слоя коры, и каждый из слоев вырабатывает отдельно стоящую группу гормональных гормонов. Те гормоны, которые интересуют нас с вами сегодня, это гормоны кортикостероидные и минералокортикоидные. Вот те гормоны, которые будут иметь отношение к заболеванию гипоадренокортицизма. Половые стероиды, которые точно так же вырабатываются в коре надпочечников, и катехоламины, которые вырабатываются в мозговом слое, нас с вами сегодня не интересует. Сегодня мы говорим только про глюкокортикоиды и минералокортикоиды. Теперь давайте попытаемся немножечко повспоминать и попытаться сообразить, какими вышестоящими отделами эндокринной системы регулируются надпочечники. Говорим мы с вами сейчас про глюкокортикоиды. Что в организме будет влиять на синтез глюкокортикоидов? Этот вопрос нас волнует достаточно принципиально. Гипофиз. Гипофиз. Кроме гипофиза. Гипоталамус. Гипофиз и гипоталамус. Вот в общем-то два отдела головного мозга, которые непосредственно будут влиять на работу коры надпочечников и либо стимулировать, либо наоборот не стимулировать их синтез глюкокортикоидов. Но я вам говорила о том, что в отношении гипоадренокортицизма нас с вами будут волновать не только глюкокортикоиды, нас будут интересовать еще и минералокортикоиды. Как вы думаете, гипофиз и гипоталамус оказывают какое-нибудь воздействие на выработку минералокортикоидов в коры надпочечниках? Никто никак не думает. Шесть человек, которые встречали болезнь на Адисимов. Но мнения разделились. Кто-то говорит нет, кто-то говорит да. На самом деле с слова да в ответе на этот вопрос начинаются основные ошибки. Потому что глюкокортикоиды, да, они контролируются гипоталамусом, гипофизом. Минералокортикоиды, они зависят от сыворотничной концентрации натрия, сывороточной концентрации калия и от концентрации ленина и ангиотензина. Адренокортикотропный гормон, который вырабатывается в гипофизе и призван для того, чтобы стимулировать кору надпочечников к синтезу глюкокортикоидов, на синтез минералокортикоидов не оказывает практически никакого воздействия. Это воздействие настолько минимально, что мы считаем его близким к нулю. И в отношении с пациентами, которые страдают болезнью Адисона, это принципиальный момент, который вам нужно обязательно запомнить. Минерал кортикоиды, как калий, натрий, ремен, ангиотензин, глюкокортикоиды, это адремокортикотропный гормон, который вырабатывается в гипофизе. Механизм отрицательной обратной связи, безусловно, срабатывает и в отношении выработки гормонов в коленах надпочек. Что включает в себя этот механизм? Когда надпочек выделили глюкокортикоиды, самый яркий, самый активно работающий представитель – это кортизол. Кортизол поступает, естественно, в сыворотку крови. И с сыворотки крови он начинает воздействовать на аденогипофиз. Аденогипофиз видит, что в сыворотке крови кортизола уже много и перестает вырабатывать адренокортикотропный гормон. Таким образом, он перестает стимулировать надпочечники к новой работе, к новой выработке новых порций глюкокортикоидов. При противоположной ситуации, в том случае, когда кортизола в сыворотке крови мало, а в нем есть по каким-то причинам необходимости, аденогипофиз наоборот начинает синтезировать значимое количество адренокортикотропного гормона, непосредственная функция которого, это стимуляция коры надпочечников к синтезу глюкокортикоидов. И вот он заткнулся в механизм отрицательной обратной связи. Надпочечники, кортизол, аденогипофиз и адренокортикотропный гормон. Мало кортизола, много АКТГ. Много кортизола, наоборот, мало АКТГ. Я сейчас говорю об этом не просто так. Это тот механизм, который, опять же, нам с вами обязательно нужно запомнить, просто по той причине, что этот механизм мы будем обязательно использовать, когда будем рассматривать этап диагностики и, на самом деле, даже этап лечения пациентов с гипоадренокортицизмом. Пациенты, как бы это ни было странно, это, наверное, единственная болезнь в разделе эндокринологии, пациенты, представители которой являются в подавляющем большинстве случаев молодыми собаками. Чаще всего, среднестатистически, это заболевание регистрируется у собак до полутора-двух годовалого возраста. Но есть литературные данные, в которых значится, что диагностировалась болезнь в возрасте от двух месяцев до 14 лет. Но, повторяюсь, подавляющее большинство пациентов – это животные до полутора-двух лет. Это тот возраст, когда встретить больного животного у вас наибольшая вероятность. Есть генетическая предрасположенность, которая выявлена у определенных пород. К этой группе пород относятся пудели, бордер-колли, до гератвейлеры, пшеничные, вейсхальн-терьеры. Это, опять же, статистические данные. И у этих пород выявлен ген, который ответственен за наследуемость заболевания. Но среди моих пациентов нет ни одного из представителей вот этих вот пород. Если вы когда-нибудь сталкивались с подобными животными, пожалуйста, подойдите ко мне, и нам будет очень интересно заняться обследованием этих пациентов, потому что наличие именно наследуемости заболевания – это то, на что сейчас стоит делать основные акценты в ветеринарной генетике. И, пожалуйста, если у вас есть информация о пациентах, представителях подобных пород, не стесняйтесь, подойдите и поделитесь этой информацией. Болезнь считается врожденной, болезнь считается наследованной. Но симптомы мы видим не сразу же. Рождаются такие пациенты обычно клинически здоровыми. Это нормально, хорошо развитые щенки, которые первое время чувствуют себя так, как должна себя чувствовать здоровая собака. Это происходит благодаря тому, что для нормального самочувствия достаточно всего лишь 10% функционирующей коры надпочеки. Пока есть 10%, надпочеки будут вырабатывать достаточное количество минералокортикоидов, достаточное количество глюкокортикоидов, и собака будет чувствовать себя относительно хорошо. И только тогда, когда активные функционирующие коры становятся меньше 10%, появляются какие-либо из клинических симптомов. Только тогда мы понимаем, что это пациент с врожденным заболеванием. Именно по этой причине был выявлен разброс в выявлении заболевания аж до 14 лет. Болезнь Аддисона в мировой ветеринарии, в мировой эндокринологии принято назвать великим симулятором. Это невыдуманное название, это название, которое закрепилось за этим заболеванием достаточно давно, и на самом деле это название характеризует болезнь Аддисона как ничто другое хорошо. Почему великий симулятор? В общем-то, опять же, название говорит само за себя, потому что это то заболевание, которое очень часто, с очень колоссальной способностью маскируется, как какие-то другие болезни. Я вам говорила о том, что к концу нашего сегодняшнего разговора, скорее всего, подавляющее большинство из вас скажут, что да, мы такое животное встречали, мы знаем, у этого пациента была болезнь Адисона, мы могли его спасти. Почему вы так скажете? Потому что первичные симптомы, они достаточно неспецифические. Первичные симптомы чаще всего включают в себя хронические рвоты, хронический диарей. Если это щенок, то это щенок, который будет плохо расти, будет плохо развиваться. Если это взрослая собака, это взрослая собака, которая будет худеть, терять мышечную массу. Самые первые симптомы, которые мы отмечаем у этих пациентов, это действительно регулярные закономерные рвоты диареи, снижение массы тела, вялость, апатия. Ничего особенного в этих симптомах нет. По большому счету любое из заболеваний, которые мы имеем возможность встретить в своей обычной повседневной практике, мы в какой-то мере можем подвести под эти симптомы. Инфекционные болезни, хронические воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Если речь идет о взрослых животных, гипертериоз, гипертериоз. Что ни захотите, вы можете с очень большую долей вероятностью подвести под, по крайней мере, весьма похожие на болезнь Адисона симптомы. И чаще всего понимание того, что мы столкнулись с заболеванием Адисона, приходит тогда, когда вы столкнулись с так называемым состоянием криза. До криза это понимание возможно только в том случае, если вы видели уже много таких животных, и вы знаете, что в этой ситуации, да, действительно гипоадренокартицизм подозревать можно. Значит, слайд разделен на две зоны неспроста. Первая зона – это те симптомы, клинические симптомы, которые предусматривают под собой причину в виде дефицита глюкокартикоидов. Вторая зона – это те симптомы, которые вызваны комбинированным дефицитом глюкокартикоидов и минералокартикоидов. С вашего позволения я не буду дублировать и перечислять эти симптомы, я вам просто немножечко поясню эту картину. Глюкокартикоиды – это гормоны, которые ответственны за три очень важные функции. Первая функция – они ответственны за катаболизм, вторая функция – они являются антагонистами инсулина, и третья функция – они являются в некой мере иммуносупрессорами. Именно из этих трех основных функций будут вытекать те симптомы, которые мы будем видеть у собаки при дефиците глюкокартикоидов. Есть иммуносупрессия, соответственно, эта собака будет с иммуносупрессией. Антагонизм инсулину – это тот пациент, для которого весьма характерны будут гипогликемии. Катаболизм – это, соответственно, разрушение мышечной массы. Вот чем обуславливаются те симптомы, которые будут вызваны дефицитом непосредственно глюкокартикоидов. И к основным симптомам, вызываемым недостатком именно этих гормонов, будут относиться поносы, рвоты, гипогликемии, вялость апатии, нарушение роста, нарушение развития, если мы говорим о молодых животных. Встречали когда-нибудь подобных пациентов? Или тоже шесть человек? Таких встречали, уже побольше. Уже раза в три, наверное, побольше таких пациентов мы можем вспомнить, с такими достаточно неспецифичными симптомами. И совершенно по-другому, даже в корне по-другому, обстоит ситуация тогда, когда мы говорим с вами про дефицит минералокартикоидов. Либо монодефицит минералокартикоидов, либо совместный с дефицитом глюкокартикоидов. Минералокартикоидов вызывает достаточно характерные, достаточно специфичные симптомы. И при их дефиците мы будем видеть у пациента, обязательно будем видеть электролитные нарушения. Эти электролитные нарушения приведут к тому, что у животного разовьется дегидратация, разовьется гиповолемия, и рано или поздно такое животное впадет в состояние так называемого криза аддисна. Именно по этой причине на этапе, когда у нас появляется состояние криза, то есть когда пациент становится реанимационным, становится тяжелобольным, именно тогда, скорее всего, к нам придет осознание, что учитывая все предыдущие рвоты, поносы, вялости, апатии, нарушения роста, исхудания, мы столкнулись все-таки с этим заболеванием. Считается, что существует всего две формы болезни аддисна, две формы гипоадренокортицизма. Мы с вами рассмотрели две группы симптомов, вызванные недостатком глюкокортикоидов и вызванные недостатком минералокортикоидов. Как вы думаете, какие две формы заболевания мы можем выделить, глядя на эти симптомы? Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли? Две зоны коры надпочечников, две группы симптомов. За развитие одних симптомов ответственны глюкокортикоиды, за развитие других симптомов ответственны минералокортикоиды. И мы можем столкнуться с двумя формами болезней. Они, к сожалению, не дифференцируются на легкие, тяжелые, острые, подострые, хронические и так далее. Потому что в любом случае это врожденное хроническое заболевание. Это мы уже заведомо знаем, что это болезнь врожденная и она хроническая. Группы, формы, прошу прощения, этой болезни дифференцируются в зависимости от того, с дефицитом каких гормонов, продуцированных корой надпочечников, мы столкнемся. В том случае, когда мы имеем дело с дефицитом только лишь глюкокортикоидов, мы говорим об атипичной форме. Почему атипичной? Потому что эта форма встречается достаточно редко. Среди всех представителей больных пациентов болезни Адисона атипичная форма – это очень редкое явление. Подавляющее большинство пациентов, с которыми нам с вами придется столкнуться, это пациенты, у которых есть типичная форма болезни, а именно сочетанный дефицит и глюкокортикоидов, и минералокортикоидов. Соответственно, подавляющее большинство тех пациентов, которые мы видим с вами в обычной повседневной практике, это пациенты, у которых будут долгие рвоты по носу, они будут вяленькими, будут апатичными, но рано или поздно с ними случится так называемое состояние криза. Что такое криз? Криз, по сути, это гиповолимический шок. Действительно, состояние криза Адисона можно характеризовать всего лишь этим одним термином, этим понятием. Дегидратация, которая возникает в результате дефицита минералокортикоидов, она приводит именно к гиповолимии, гиповолимия, гипоперфузия, и в итоге мы получаем шокового пациента. А шоковый пациент – это пациент реанимационный, который требует экстренной помощи, неотложной помощи. Дегидратация становится ведущим симптомом тех пациентов, у которых мы будем диагностировать типичную форму болезни Адисона. Почему и дегидратация? Вспомните, пожалуйста, типичная болезнь Адисона – это недостаток каких гормонов? Все уже забыли. И глюкокортикоиды, и минералокортикоиды. И глюкокортикоиды, и минералокортикоиды. Почему дегидратация станет ведущим симптомом? Ведущий минералокортикоид. Напоминаю слово «альдостерон». Сразу должно всплыть ряд физиологических функций альдостерона. За что отвечает альдостерон в организме? Соотношение калия-натрия, диурез. Что альдостерон делает с натрием? Задерживает. Альдостерон, Александр Владимирович, альдостерон действительно задерживает натрию, задерживает воду. И способствует выделению экскреции калия. Гипоадренокортицизм – это недостаток минералокортикоидов при типичной форме. Это недостаток альдостерона. Альдостерон должен задержать натрий с водой и должен вывести калий. А мы получаем пациента с недостатком этого альдостерона. Что будет характеризовать этого пациента? Потеря натрия. Натрий теряется обязательно вместе с водой, а калий, наоборот, задерживается. Вот основные патофизиологические механизмы, про которые мы не должны забывать, потому что именно этот механизм позволит нам вовремя поставить диагноз и на самом деле вовремя реанимировать и спасти этого пациента. Если мы с вами говорим про дегидратацию как про симптомы, то мы обязательно должны дифференцировать различные степени дегидратации. В ветеринарной медицине принято выделять три основные степени дегидратации, это 5, 10 и 15%. Безусловно, существует великое множество промежуточных степеней дегидратации, но мы их с вами сегодня не рассматриваем просто по той причине, что нас интересуют основные параметры. Так вот, основные параметры, в том числе и пациентов больных гиподианокортицизмом, это легкая, это средняя и тяжелая степени дегидратации. Эти степени дегидратации будут характеризоваться совершенно разными симптомами. Это будет разная скорость расправления кожной складки, это будет разный тургер кожи, разная степень западения глазных яблок, разное давление, разная ЧСС, разная температура. Но у всех этих степеней будет один очень важный, объединяющий их признак. У всех этих степеней дегидратации обязательно будет развиваться брадикардия. Это парадокс. Это парадокс по той простой причине, что когда мы имеем дело с пациентом в состоянии дегидратации, компенсаторная защитная реакция организма, это наоборот увеличение частоты сердечных сокращений, с той целью, чтобы увеличить сердечный выброс и попытаться справиться с гипоперфузией. И обратите внимание, только в случае с болезнью Адисона мы с вами столкнемся вот с этим вот парадоксом. 5, 10, 15% легкой, средней и тяжелой степени дегидратации они будут сочетаны с брадикардией. Это очень специфичный для гипоадренокардицизма симптом. Должна быть тахия, у нас пациенты наоборот с брадикардией. Достаточно важное отличие пациентов в зависимости от тяжести степени дегидратации это характеристика их сознания. В том случае, когда мы сталкиваемся с пациентами с легкой степенью дегидратации, сознание никак не будет изменено. Когда мы работаем с пациентами со средней степенью дегидратации, их сознание можно обозначить как спутанное. Иногда оно может относиться даже к разряду ступора. В случае с тяжелой степенью дегидратации мы обязательно будем видеть пациента либо в ступоре, либо в коме. Как вы думаете, какой из степеней дегидратации относится Крис Адисона? Гиповолимический шок. Крис Адисона равно гиповолимический шок. Три степени дегидратации. Тяжелая. В подавляющем большинстве случаев Крис Адисона соотносится именно с тяжелой степенью дегидратации. И при тяжелой степени дегидратации, когда мы должны видеть очень выраженную компенсаторную тахикардию, мы все равно будем сталкиваться с брадикардией. Поэтому, если вы увидели собаку, у которой действительно есть угрожающая жизнь гиповолимия, которая погибает, которая находится в состоянии шока, но вы у нее нащупали редкий пульс, первая болезнь, о которой вы должны подумать, это все-таки болезнь Адисона. Диагностика этого заболевания на самом деле достаточно проста. Это болезнь, которую безумно сложно заподозрить, по той простой причине, что это великий симулятор. Она всегда так называлась, называется, и я думаю, что еще очень долго это заболевание будет так называться. Но диагностировать это заболевание достаточно просто. На самом деле лечить тоже просто, но диагностировать еще проще. Для того, чтобы правильно поставить диагноз, первое, что нам необходимо, это, конечно же, собрать полноценный анализ. В подавляющем большинстве случаев, даже если пациент поступает к нам в состоянии гиповолимического шока и в состоянии криза, это пациент, который болен ни день, ни два, пациент, который имеет уже вот такую вот карточку, вот с такой вот стопочкой анализов и болеет уже порядка нескольких недель, а то и даже месяц. Поэтому первый этап, который мы проходим обязательно, это анализ. Собираем всю информацию, которая только будет доступна об этом пациенте. И если пациент у вас погибает, вам удалось выяснить, что последние 3-4 месяца у него были регулярные рвоты и поносы, а еще у него есть брадикардия и гипотермия, а еще он вроде бы как и маленький, и на шунта похожий, если это картиковый собак, тогда у вас есть все основания двигаться в своей диагностике дальше, предполагая гипоадренокортицизм. В рутинных исследованиях мы, безусловно, можем увидеть вполне характерные отличительные признаки. В клиническом анализе крови мы очень часто столкнемся с наличием нерегенераторной анемии. Эта анемия вызвана милосупрессией. Но есть одно большое но, одно большое исключение. Пациент, который стабильно, хорошо, относительно хорошо себя чувствует, это действительно пациент с нерегенераторной анемией. В состоянии криза, в состоянии гиповолимического шока мы столкнемся с тяжелой дегидратацией. А тяжелая дегидратация, она всегда приводит к гемоконцентрации. Соответственно, у пациента, который погибает от криза Адисона, эта анемия может быть замаскирована. И мы можем увидеть либо нормальную концентрацию клеток крови и гемоглобина, либо наоборот, даже признаки гемоконцентрации и высокий гемоглобин, высокий гемотоклит, высокие эритроциты. Есть еще один механизм развития анемии, который применим для пациентов с гипоадренокортицизмом. Я вам оговорилась о том, что эти пациенты очень часто страдают хроническими желудочно-кишечными расстройствами. И очень часто эти желудочно-кишечные расстройства сопровождаются либо миленой, либо гематохезией. Если у пациента есть значимые потери с миленой, с гематохезией, мы можем видеть совершенно иной, от миоглосупрессии, отличный механизм развития анемии. Но в этой ситуации, если пациент теряет значимое количество крови в желудочно-кишечном тракте, кроме низких гемоглобина, эритроцитов и гематоклита, мы будем обязательно видеть еще два низких показателя. Как вы думаете, какие? Теряем кровь, теряем эритроциты, гемоглобин, гематокрит, и как мы с вами должны догадаться, что у пациента с болезнью Адисона анемия вызвана не милосупрессия, а именно желудочно-кишечная потеря? Никто не помнит, что содержится в крови? Клетки крови? Да, ну мы видим с вами, что есть анемия, мало клеток крови. Кровь из каких двух частей состоит? Плазма. Плазма и клетки. В клиническом анализе крови мы с вами видим, что клеток нет. Плазма будет теряться при хронических миленах и гематокезиях? Будет в точно таких же, ну не в точно таких же, но в достаточно ощутимых количествах. И соответственно, в подавляющей большинстве случаев у пациентов с болезнью Адисона, у которых анемия развивается по причине милена или гематокезии, мы увидим не только низкий гемоглобин эритроцита, но и низкий альбумин и общий белок. Но опять же, здесь есть большое, большое коварное но. У пациента до обращения к вам в состоянии криза очень длительное время может быть гипоальбуминомия и гипопротеиномия. А когда он приходит к вам умирающий с гиповолимическим шоком, он приходит опять же с тяжелой степенью дегидратации и с тяжелой степенью гемоконцентрации. И те гипопротеиномия и гипоальбуминомия, которые сопровождали все его месяцы болезни, могут быть этим состоянием замаскированы. И на момент первичной диагностики вы можете их не увидеть, просто потому, что это животное потеряло огромное количество воды из циркулирующего кровеносного роста. В биохимическом профиле при сыворотке крови мы также часто, очень часто отметим достаточно специфичные для гипоадренокартицизма изменения. У таких пациентов всегда, практически всегда повышается мочевина с амиаком. Это связано опять же с наличием милена либо гематохезии. У таких пациентов могут быть повышены трансаминазы, щелочные фосфатазы. И у таких пациентов очень часто мы видим электролитные нарушения, которые характеризуются нарушением соотношения натрия и калия. Глюкокортикоиды, я вам говорила о том, что глюкокортикоиды, они являются антагонистами инсулина. Из этого физиологического аспекта воздействия кортикостероидов выходит очень немаловажный аспект нашего пациента. У такого пациента параллельно с дегидратацией, параллельно с работами по носам, параллельно даже с кризом очень часто мы отметим гипогликемию. Эта гипогликемия вызвана тем, что инсулин продолжает синтезироваться, а антагониста, который бы блокировал его воздействие в организме у больной гипоадренокортицизмом собаки, считайте, практически нет. Гипогликемия, понятие, на самом деле, для меня до сих пор весьма загадочное, потому что принято, стандартно принято считать, что гипогликемия начинается тогда, когда глюкоза снижается до 3 и меньше. Но физиологические нормы концентрации глюкозы у кошек и собак несколько отличаются. Если мы с вами измеряем концентрацию глюкозы крови глюкометром, то мы измеряем глюкозу крови миллимолив на литр. Так вот, у собак концентрация глюкозы в норме составляет от 3,5, у кошек от 2,6. Соответственно, та стандартная цифра 3, которая принято считать гипогликемией, для собаки уже будет значимой гипогликемией, для кошки эта цифра еще не является недостаточной. Поэтому нужно проводить достаточно частую интерпретацию в зависимости от того, с каким видом животного вы работаете. Мы сегодня говорим про собак, потому что болезнь адесина бывает чаще у собак, поэтому цифра 3 действительно будет считаться пределом гипогликемии. Соотношение натрия и калия, которые будут соотноситься меньше, чем 23 к 1, считается очень специфичным биохимическим маркером для пациентов, страдающим болезнью адеса. Но, к сожалению, это условие выполняется не во всех 100% случаев. Если мы увидели соотношение, которое меньше, чем 23 к 1, действительно огромная вероятность того, что мы столкнулись с пациентом, который болеет гипоадренокортицизмом. Но если мы увидели нормальные концентрации натрия, нормальные концентрации калия, мы не должны исключать это заболевание по двум простым причинам. Во-первых, я вам говорила о том, что гипоадренокортицизм развивается только тогда, когда поражается 10% больше, чем 90% коренных почечников и остается рабочим меньше, чем 10%. Соответственно, на ранних этапах диагностики мы можем еще просто не увидеть значимого минералокортикоидного дефицита и не увидеть вот такое соотношение. В том случае, если мы вовремя подумали о гипоадренокортицизме и начали действительно своевременную диагностику. есть еще одна весомая причина, когда вы видите характерные симптомы, не видите криза и видите нормальное электролитное соотношение. Это причина атипичная болезнь Адисона, та, которая бывает достаточно редко и которая связана только-только лишь с дефицитом глюкопартикоидов. Поэтому в том случае, если у вас пациент, у которого есть полный набор симптомов, если у этого пациента вы не видите электролитных нарушений, несмотря даже на то, что все остальные рутинные исследования говорят вам за гипоадренокортицизм, вы не должны исключать заболевания гипоадренокортицизма. На нормальное соотношение натрия и калия считается приходится порядка 10-30% болеющих Адисоном собак. Мы с вами поговорили сейчас о тех рутинных исследованиях, которые обычно проводятся каждому пациенту, который поступает в состояние кризис. Визуальная диагностика нам также может помочь, но, к сожалению, к визуальной диагностике мы прибегаем гораздо реже в таких ситуациях, но, тем не менее, если бы пациента реанимировали, рестабилизировали, для того, чтобы получить лишние шаги в сторону гипоадренокортицизма, очень полезно будет использовать электрокардиографию и ультрасонографию брюшной полости. Электрокардиографические нарушения, которые мы видим у пациентов с гипоадренокортицизмом, электролитными патологиями. Гиперкалиемия это тот патологический аспект, который будет влиять на электрическую активность проводящих путей сердца. В зависимости от степени гиперкалиемии мы столкнемся с совершенно-совершенно разными электрокардиографическими отклонениями, но они всегда будут появляться в строго определенном порядке. Гиперкалиемия выделяет всего три степени легкая, средняя и тяжелая. Легкую степень гиперкалиемии мы можем диагностировать тогда, когда концентрация калия находится до 6,5 милимоль в литр. И в этой ситуации на электрокардиограмме мы увидим только увеличение зубца Т. В том случае, когда калий превышает 6,5 но еще лежит в границах до 8,5 милимоль на литр, мы столкнемся со средней степенью гиперкалиемии. И в этой ситуации мы скорее всего уже увидим расширение комплекса КЮРС, уменьшение его амплитуды, удлинение ПВО и может быть увеличение интервала между зубцами ПР. При тяжелой степени гиперкалиемии, угрожающей жизни, концентрация талия составляет больше 8,5 ммол в литре. В этой ситуации, когда мы столкнулись с тяжелой степенью гиперкалиемии, это пациент, повторяюсь, реанимационный. И у этого пациента возможно исчезновение ПВО вообще в принципе и даже развитие сердечной фибрилляции и асисталии. Давайте вернемся на шаг назад и посмотрим на эту кардиограмму. В какой степени гиперкалиемии мы можем здесь отнестись? Есть даже подсказка. Тяжелая степень гиперкалиемии. Как мы это понимаем? А просто потому, что здесь напишется концентрация талия 10,5 ммол в литре. Тяжелая степень гиперкалиемии. Мы видим какие-нибудь отклонения на электрокардиограмме? Братикардия есть? Братикардия есть. Зубец Т есть? Т? Т есть. Т есть. Но он невысокий, как должно быть при легкой степени гиперкалиемии. Зубец П есть? Зубца П нет вообще в принципе. Вот достаточно классическая электрокардиограмма для пациента, который страдает угрожающей жизнью тяжелой степенью гиперкалиемии. При проведении ультразвукового исследования брюшной полости мы также получим на самом деле достаточно хорошие подсказки. Ультразвуковое исследование надпочечников должно входить, должно включаться в обязательный протокол каждого ультразвукового исследования брюшной полости. Если вы не видите надпочечники, это не значит, что их нет, это значит, что вы их просто не видите. И в том случае, когда пациент, страдая гипоадренокортицизмом, очень велика вероятность надпочечники либо не обнаружить, либо увидеть симптомы их гипоплазии. Гипоплазированные надпочечники считаются тогда, когда поперечное сечение левого надпочечника меньше 3 мм, а правого меньше чем 3-4 мм. Это стандарты, принятые в европейской ветеринарной медицине. Но, повторяюсь, в том случае, когда вы знаете, что вы должны найти надпочечники, вы умеете находить надпочечники, вы знаете, как они выглядят в норме, но вы их не нашли, В этой ситуации вы также можете предполагать наличие у пациента гипоадренокортицизма, потому что гипоплазированные надпочечники найти в разы сложнее, чем надпочечники нормальных размеров. Ультразвуковое исследование, спрашиваю, для собственного любопытства в зале, кто-нибудь проводит ультразвуковое исследование в общей, в принципе. Вообще ультразвуковое исследование брюшной полости. А кто проводит ультразвуковое исследование надпочечника? Здорово, замечательно. Замечательно, значит, вы меня поймете И в том случае, если вы на почечнике не увидели Вы думаете либо о болезни Адисона Либо продолжаете их искать И замеряете поперечные их сечения Чтобы определиться, гипотазированы ли они И визуальная диагностика, и рутинные исследования Которые мы проводим для получения дополнительной информации Всего лишь помогут нам подумать и получить лишние плюсы В сторону гипоадренокортицизма Но подтверждается диагноз всего лишь одним единственным способом Подтверждается диагноз только путем проведения Диагностического стимулирующего теста с адренокортикотропным гормоном Принципиальное условие Этот тест мы должны приводить пациенту Который не получал кортикостероидов предварительно И это условие должно выполняться как минимум В течение трех, а желательно даже четырех недель К сожалению, очень часто возникает ошибка у доктора Который видит перед собой погибающую собаку Собака в состоянии шока Собака в состоянии коллапса У нее есть гиповолемия, у нее есть гипогликемия Она погибает К сожалению, подавляющее большинство врачей В этой ситуации первое, за что возьмется Это за, ну в лучшем случае, преднизолон А может быть, за дексаметазон Что, правда, наверное, еще лучше Но за какой-нибудь глюкокортикоид Подавляющее большинство врачей Обычно берутся Неоправданно по той простой причине Что глюкокортикоиды никак не позволят вам реанимировать пациента И глюкокортикоиды в этой ситуации Никак не повлияют на способность этого пациента Выжить, восстановиться и жить дальше Глюкокортикоиды – это тот препарат Применение которого должно быть чрезвычайно оправданным Поэтому перед тем, как умирающей молодой собаке Которая до этого долго рвала и поносила Перед тем, как использовать глюкокортикоиды Пожалуйста, задумайтесь, а не навредите ли вы диагностике Если вы такому пациенту сделаете кортикостероиды Вы не сможете подтвердить диагноз Аж в течение целого месяца После последней дозы кортикостероидов Есть одно малое исключение Это применение дексаметазона Дексаметазон – это единственный кортикостероид Из доступных экзогенных форм его введения Которые не обладают перекрестной активностью В том случае, когда вы ввели подобной собаке Например, преднизолом И после этого определяете концентрацию кортикостероидов В ее сыворотке крови Вы определяете и ее кортикостероиды И тот преднизолом, который вы ввели Это правило не работает при применении дексаметазона Потому что дексаметазон не реагирует Он не коррелирует с эндогенным кортизоном Но если вы ввели дексаметазон Вспомните, пожалуйста, отрицательную обратную связь Что будет с гипофизом? Гипофиз правильно, вы все совершенно верно понимаете Гипофиз перестает вырабатывать адренокортикотропный гормон Если гипофиз перестает вырабатывать адренокортикотропный гормон Под влиянием введенного вами дексаметазона Надпочечники в ответ перестают синтезировать кортикостероиды И мы получаем ложно-низкие цифры Поэтому, несмотря даже на то, что дексаметазон не реагирует Перекрестно с эндогенным кортизолом Перед его применением вы тоже 10 раз должны подумать А не навредит ли он постановке диагноза Если вы ввели дексаметазон, у вас есть всего лишь 4-6 часов на то Чтобы успеть провести тест с адренокортикотропным гормоном Если вы уложитесь в это время Механизм отрицательной обратной связи еще не успеет сработать И еще не успеет навредить постановке диагноза Проводится проба на самом деле достаточно просто Занимает она всего лишь 1 час По сравнению с малой дексаметазоновой, с большой дексаметазоновой пробой Это действительно технически просто осуществимое мероприятие Сначала мы берем кровь для определения концентрации в ее сыворотке эндогенного кортизола Затем строго внутривенно, по некоторым рекомендациям, можем внутривущенно Вводим адренокортикотропный гормон Если собака весит больше 5 кг, то вводим 0,25 мг Если собака весит меньше 5 кг, в этом случае вводим 0,125 мг И повторно определяем кортизол по истечении 30-60 минут В том случае, когда собака абсолютно здоровая Красная, зеленая и синяя Какую картинку мы должны увидеть по абсолютно здоровой собаке? Мы делаем первый забор крови Мы видим некую цифру Мы видим какую-то цифру Вводим адренокортикотропный гормон Функция которого, его непосредственная функция Простимулировать кору надпочечников в синтезу кортикостероидов У нормальной собаки будет синтезироваться кортикостероид? Да У нормальной собаки, конечно, будет Мы ввели стимулятор, его непосредственная функция Простимулировать кору Кора простимулировалась Концентрация эндогенного кортизола будет возрастать Поэтому мы увидим вот такую вот зеленую картину Вторая цифра кортизола должна находиться в диапазоне до 450 наномоли в литре В том случае, если вторая цифра превысит 450 наномоли в литре Это станет поводом задуматься о гиперфункции надпочечников Потому что это будет гиперпродукция эндогенного кортизола В случае с болезнью Адисона Надпочечникам абсолютно все равно Вводите вы адренокортикотропный гормон, не вводите вы его Кора атрофирована, она разрушена в результате аутоиммунного воспаления Она не способна продуцировать кортикстероиды Поэтому что до введения стимулятора, что после его введения Вы увидите ровно низкие цифры Вот достаточно яркий характерный пример подобной пробы Нулевой кортизол до введения стимулятора адренокортикотропного гормона И кортизол, который составляет ничтожно мало 4 наномоли в литре Считается, что в подавляющем большинстве случаев гипоадренокортицизма Мы увидим те уровни кортизола, которые либо не будут определяться аппаратом вообще С помощью проведения иммуноферментного анализа Либо будут гораздо ниже, чем цифра 28 наномоли в литре Поэтому если по каким-то причинам на данный момент Вы не можете провести пробусы адренокортикотропного гормона Вы должны помнить, что у больной собаки наибольшая вероятность Столкнуться вот с такими вот цифрами эндогенного кортизола В случае, если концентрация эндогенного кортизола будет превышать 56 наномоли в литре Вероятность гипоадренокортицизма очень-очень низка Скорее всего, вы столкнулись с каким-то совершенно другим заболеванием Есть одна большая проблема при проведении теста с адренокортикотропным гормоном Но на самом деле с этой проблемой мы столкнемся достаточно редко Эта проблема актуальна тогда, когда мы столкнулись не с болезнью надпочечников А с болезнью гипофиза Недостаточность кортикостероидных гормонов и минерал-кортикутов Может быть вызвана не только первичным поражением надпочечников Но и вторичным поражением гипофиза И в том случае, когда гипофиз по каким-то причинам не вырабатывает адренокортикотропный гормон А мы его вводим экзогенно В этом случае мы увидим абсолютно нормальные результаты проведенного теста Но такое состояние бывает крайне-крайне редко Вторичный гипоадренокортицизм, вызванный гипофункцией гипофиза Это действительно редкое заболевание Навряд ли мы его когда-нибудь увидим А если увидим, то на самом деле мы его практически не сможем диагностировать В других ситуациях, когда мы можем увидеть ложные ответы на тест со стимуляцией адренокортикотропным гормоном Мы столкнемся опять же либо с применением кортикостероидов до того, как был проведен тест Либо же с банально техническими ошибками, которые были допущены при проведении диагностики При проведении стимуляции У вас остаются какие-нибудь вопросы по постановке диагноза? Если вопросы остаются, давайте, пожалуйста, мы их рассмотрим сейчас, пока мы не перешли к рассмотрению лечения Как там говорится, если у вас нет вопросов, значит, вам не все рассказали, да? Если вопросов не остается, тогда лечение мы рассмотрим после 5-минутного перерыва В том случае, когда мы столкнулись с пациентом в состоянии криза Безусловно, все наше лечение, все меры должны быть направлены на реанимацию На реанимацию и на восстановление этого пациента от дегидратации Повторяюсь, пациент в состоянии криза – это пациент, который погибает от гиповолимического шока Поэтому первое наше действие – это провести инфузионную терапию Исходя из тех объемов, которые нужны данному конкретному пациенту Скорректировать его электролитные нарушения, чтобы не спровоцировать оритмии и остановки сердца И только в том случае, когда вы уверены в своем шаге применить ему какие-либо кортикостероиды Как мы с вами уже должны помнить, это будет либо короткого действия, например, преднизолон Мы должны помнить про перекрестную активность Либо это возможно применение дексаметазона Но мы должны здесь помнить про отрицательную оградную связь И ограниченность во времени в плане проведения диагностического теста с адренокортикотропным гормоном Криз – это реанимация И первое, что вам поможет в реанимации – это восстановление пациента от дегидратации, от гипоперфузии Поэтому самое главное – это инфузионная терапия В том случае, когда гиперкалиемия стойкая и не корректируется только лишь с использованием инфузионной терапии Мы должны прибегнуть к дополнительным мерам коррекции гиперкалиемии Эти меры могут вносить совершенно разный характер К наиболее эффективным мерам относятся перемещение калия из цитоплазмы Из, прошу прощения, плазмы крови внутрь цитоплазмы клеток И достигается это путем применения гормона инсулин Инсулин – это единственный гормон, который способен активно транспортировать глюкозу из крови внутрь цитоплазмы И вместе с глюкозой всегда транспортируется калий Поэтому, если у вас стойкая, тяжелая, угрожающая жизни гиперкалиемия Самое эффективное, быстродействующее средство Вы можете использовать глюкозу с инсулином в одной смеси В том случае, когда пациент с легкой, либо умеренной степенью гиперкалиемии И хорошо реагирует на инфузионную терапию Вполне вероятно, что вам не понадобятся вообще какие-то дополнительные меры Корректировки концентрации ионов калия Из дополнительных мер, которые вы можете еще применять при гиперкалиемии Часто используется введение раствора в кальций Они не влияют непосредственно на концентрацию калия Они его никуда не выводят, не переводят Они всего лишь снижают его токсическое воздействие По большому счету, препараты раствора кальция – это антагонисты под действием калия При лечении подобных пациентов всегда возникает огромная дилемма И на самом деле очень-очень спорный вопрос Мы с вами вспоминали физиологические механизмы И мы с вами вспомнили, что происходит с натрием при гипоадренокортицизме Он теряется, он не задерживается, он теряется и он теряется вместе с водой Соответственно, тот пациент, который находится в состоянии криза Из-за дефицита минералокортикоидов Это пациент, у которого будет гипонатрий и мет Но здесь всегда возникает конфликт С одной стороны, нам нужно восполнить концентрацию ионов натрия А с другой стороны, мы не можем делать это быстро Потому что быстрым восполнением мы спровоцируем развитие делимилизации волокон центральной нервной системы И, соответственно, ухудшен прогноз и состояние у такого пациента Поэтому применение гипертонических растворов для восполнения натрия считается недопустимым у пациентов Применение изотонических растворов допустимым Но с определенными скоростями, которые мы несколько позже с вами еще рассмотрим Первоначальные скорости, которые рекомендованы для таких пациентов Составляют от 20 до 40 мл на килограмм изотонических растворов в течение часа Потом эти скорости можно уменьшать Но 40 мл на килограмм в течение часа Это максимальная скорость введения именно изотонического кристаллоида Содержащего натрий, который не навредит центральной нервной системе И не спровоцирует делимилизацию Пока что этот конфликт между гипонатриемией и невозможностью быстрого восполнения натрия Решается вот таким вот образом К дополнительным средствам терапии, которые иногда применяются для пациентов с кризом Адисона Относится также коррекция гипогликемии, переливание компонентов крови В том случае, если мы столкнулись с геморрагической анемией Либо с геморрагической гипоальбуминами Гипопротеинами И применение коллоидных растворов В том случае, если нам приходится купировать гиперкалиемию Гиперкалиемия очень часто будет ассоциирована с тяжелым метаболическим ацидозом И если гиперкалиемия в тяжелой степени И мы ее корректируем отдельными способами Ацидоз нам, скорее всего, тоже придется отдельно компенсировать Если мы с вами не говорим про пациента с состоянием криза Пациент реанимирован, пациента мы спасли, мы его вернули к жизни Он, слава богу, уже какое-то время живет Вот если мы не говорим уже про состояние криза Тогда первое, на что мы должны сделать все акценты Это проведение заместительной терапии Мы с вами уже прекрасно знаем, что две формы болезни Адисона Соответственно, две формы применения заместительной терапии Скажите, теперь, пожалуйста, мне вы Если мы столкнулись с формой атипичной Какие из заместительных средств терапии мы будем применять? Глюкокортикоидные Глюкокортикоидные Если мы столкнулись с типичной формой И то, и то И то, потому что типичная форма Это сочетанный дефицит, превалирующий минерал кортикоидов И немножечко глюкокортикоидов И поскольку болезнь врожденная, болезнь хроническая, болезнь неизлечимая Заместительная терапия будет нужна нашему пациенту в течение всей его оставшейся жизни И пока мы даем заместительную терапию, пациент будет относительно здоров Как только мы перестали проводить заместительную терапию, пациент сразу же становится больным Из тех препаратов, которые доступны в Российской Федерации Мы можем рассматривать в качестве заместительной терапии Три основных лекарственных средства Это преднизолон, дексаметазон и флудрокортизон Ведущее место, безусловно, принадлежит флудрокортизону В этой таблице описана продолжительность действия препаратов И по каждому препарату его глюкокортикоидная активность По сравнению с андогенным кортизоном Флудрокортизон Это препарат, который в 125 раз активнее, как минерал кортикоид по сравнению с кортизоном И в 10 раз, как глюкокортикоид по сравнению с тем же самым андогенным кортизоном И этот препарат становится самым частным применяемым По той простой причине, что подавляющее большинство пациентов с гипоадренокортицизмом Это пациенты больные типичной формы заболевания Соответственно, у них будет превалировать дефицит минералокортикоид И именно этот препарат с такой высокой минералокортикоидной активностью Обеспечит вам в наших условиях наиболее эффективное лечение Дексаметазон обладает нулевой минералокортикоидной активностью Его активность только лишь глюкокортикоидная И она в 30 раз превышает активность глюкокортикоидного эндогенного кортизона Этот препарат будет использоваться в двух случаях Первый случай – это когда вам безумно сильно хочется ввести какой-то глюкокортикоид Но вы еще не успели провести пробу с адренокортикотропным ромоном И вы оставляете себя в запасе 4 часа А второй случай – это когда мы столкнулись с атипичной формой заболевания Нам нужен только глюкокортикоид, но мы еще не можем по каким-то причинам дать таблетку По каким причинам? Да просто потому, что пациент находится в состоянии, например, гипогликемической комы Преднизолом – препарат также применяемый преимущественно в инъекционной форме И применяемый, опять же, преимущественно с целью реанимации пациентов с типичной формой С типичной, потому что у него высокая и глюкокортикоидная, и минералокортикоидная активность Она превышает активность эндогенного кортизона Но преднизолом ни в коем случае не подойдет для длительного лечения пациентов, у которых типичная форма заболевания Посмотрите, пожалуйста, и попытайтесь решить вопрос Почему преднизолом не подходит для длительного лечения типичных больных? Для того, чтобы нам дать очень много минералокортикоидов Нам придется глюкокортикоидов дать в разы, в разы больше А превалирует при типичной форме недостаток именно минералокортикоидов И если мы даем большое количество глюкокортикоидов В итоге из пациента, больного только болезнью Адисона Мы получаем пациента, который будет болен еще и гетерогенным гиберадренокортицизмом Именно по этой причине флудрокортизон в наших условиях считается предпочтительным Есть прекрасный препарат, которым я, к сожалению, не имела пока что счастья работать Потому что я живу в Российской Федерации Это дезоксикортикостолун перволад Это селективный минералокортикоидов Он обладает нулевой глюкокортикоидной активностью Он используется в инъекционной форме И он делается раз в 14-35 дней Доза подбирается индивидуально Вообще прекрасный, мне кажется, способ лечения Но вот виталин у нас уже, слава богу, сертифицировали Я надеюсь, что мы своими бесконечными просьбами В скором будущем, наверное, еще получим возможность пользоваться дезоксикортикостероном Повторяюсь, равная глюкокортикоидная, равная минералокортикоидная активность Не подходит для длительного лечения пациентов с типичной формой болезни Адисона Потому что мы спровоцируем совершенно другое заболевание Флудрокортизон в наших аптеках продается под дарковым названием Картиньяв Он широко доступен, он продается без рецепта И первоначальная дозировка, которую мы должны использовать на пациенте С типичной формой гипоадренокортицизма Составляет от 10 до 30 микрограмм на килограмм веса собаки в течение суток Это доза стартовая, это самая маленькая, та доза, с которой мы начинаем Эта доза со временем может быть увеличена Начинаем мы с 10 микрограмм на килограмм в течение суток И увеличивая дозу будем так часто, как нам это потребуется До стабилизации состояния и до стабилизации всех показателей у пациента Как вы думаете, в случае с типичной формой болезни Какие параметры мы должны отслеживать у пациента? Что поможет подобрать дозу? Субъективно Ритм сердца, да Братье также субъективно Электролита, это действительно будет объективная оценка Это единственная объективная оценка, когда мы говорим у пациента с гипоадренокортицизмом Если типичная форма, типичная форма в подавляющем большинстве случаев Сопровождается электролитным нарушением Натрия мало, калия много И тогда, когда мы пытаемся подобрать дозу, подходящую для данного конкретного пациента Мы должны ориентироваться именно на концентрацию натрия и калия В случае с подбором дозы глюкокортикоидов все несколько сложнее Но на самом деле, если мы столкнемся с пациентом с типичной формой А с ним мы столкнемся в подавляющем большинстве случаев Мы не должны ориентироваться на глюкокортикоидную активность вообще За исключением только лишь симптомов передозировки В случае с атипичной формой заболевания Но это, повторяюсь, бывает достаточно редко Мы ориентируемся на такие субъективные моменты Как развитие полидепсия и полиурии Потому что именно полидепсия и полиурия становятся самыми первыми симптомами передозировки глюкокортикоидов Прогноз на самом деле не такой уж и плохой Болезнь неизвеченная, болезнь рожденная Но лечиться она достаточно несложно Есть опять же статистика, которая, как всегда, все вам портит Потому что по статистике средняя продолжительность жизни таких пациентов Составляет всего лишь 4,5 года Это мало Такие пациенты могут жить гораздо-гораздо больше Но эта средняя статистическая цифра Выведена из диапазона от 7 дней до практически 12 лет От 7 дней это, безусловно, те пациенты, которые погибли в результате гиповолемии В результате криза Это те пациенты, которые не были реанимированы И, как мы видим, диапазон разброса таков Что подобные собаки могут жить достаточно длительную, достаточно счастливую, хорошую жизнь Они только будут нуждаться в постоянной даче препарата То есть в проведении постоянной заместительной терапии И здоровыми эти собаки будут только тогда, когда вы даете им таблету Ну, либо же, если есть возможность, то колите лекарственные средства Доза, безусловно, со временем может меняться И причины для смены дозы может быть две Первая, самая важная причина Кора надпочечников продолжает атрофироваться В самом начале я упоминала о том, что только тогда, когда надпочечников остается меньше, чем 10% коры Пациент показывает какие-либо симптомы Мы начинаем лечить тогда, когда коры стало меньше 10% Но этот процесс атрофии, он продолжает прогрессировать И со временем необходимость в дополнительном введении минерал-кортикоидов Может возрастать Поэтому такого пациента ни в коем случае нельзя отпускать на постоянное лечение Одной стабильной, давно подобранной дозировкой Если пациент хорошо себя чувствует, его достаточно контролировать раз в несколько месяцев И здесь может быть предложен контроль раз в 3-4 месяца То есть даже если с собакой все хорошо Вы знаете, что доза флудро-кортизона вашему пациенту подходит И вы видите, что он никаких симптомов не показывает По крайней мере раз в 3-4 месяца вы должны проводить его обследование С какой целью, какие анализы вы будете собирать у такой собаки? С пациентом все хорошо, дозу подобрали Но мы должны отследить, достаточно ли ему эта доза Какие анализы вы захотите от него увидеть? Электролиты, да? Мочевина, фосфор Биохимия Биохимия, прекрасно, емкое слово Клинический анализ крови нас будет интересовать? Конечно будет, потому что очень часто встречаемый симптом Это нерегенераторная анемия, вызванная милоэспрессией Ну, в виду же фостомерагической анемии Поэтому биохимический, клинический анализ крови мы контролируем Хотя бы раз в 3-4 месяца Для того, чтобы убедиться, что доза судорокортизона подходит к пациенту И если атрофия коры прогрессирует настолько, что доза становится недостаточной Мы ее немножечко увеличиваем Есть еще одна немаловажная причина для того, чтобы доза стала низка Это стресс и осложнение гипоадренокортицизма Почему стресс? Потому что в стрессовых условиях увеличивается потребность в глюкокортикоидах Стресс, он всегда сопряжен с тем, что в коренотокочниках начинает вырабатываться огромное количество кортикостероидов Именно в случае развития тяжелых стрессов для данного конкретного пациента ситуации У нас может потребоваться временная корректировка дозы в сторону ее увеличения Осложнения, такие как мегаэзофагус и желудочно-кишечные кровотечения Это те осложнения, которые могут помешать работе препарата Могут помешать его всасываемости И, соответственно, могут сделать нашу весовую подобранную дозу не столь эффективной Но если с желудочно-кишечными кровотечениями, с гематохезией, с миленой мы будем сталкиваться с пациентом достаточно часто То с мегаэзофагусом редко Мегаэзофагус может стать осложнением гипоадренокортицизма Но это не столь распространенное осложнение конкретно данной болезни Для того, чтобы нам было как-то проще пошагово двигаться в ходе диагностики и лечения пациентов с гипоадренокортицизмом Я слепила буквально из того, что было, вот такую вот табличку Из того, что было, это рекомендации в САВА Эта табличка переводная, и она включает в себя алгоритм диагностики и лечения пациентов с больными гипоадренокортицизмом Я, безусловно, все то, о чем я сейчас говорила, тоже здесь не помню Поэтому иногда открываю эту табличку, сажусь, смотрю и пошагово двигаюсь А правильно ли я все делаю? Правильно ли я думаю в плане постановки диагноза и в плане подбора лечения? Повторяюсь, вы можете не фотографировать, вы можете воспользоваться презентацией Это не секретный материал И напоследок, если у нас не остается вопросов по лечению и по диагностике заболевания Я бы хотела вкратце осветить один из клинических случаев Если вопросы по лечению есть, давайте мы их рассмотрим сейчас Опять нет вопросов Что-что? Сейчас толпа, она бежит, да, с вопросами Ни у кого вопросов нету, но жду, просто у всех жду Клинический случай Освещу весьма кратко, не буду касаться этапа диагностики и этапа анамнеза Освещу только ту помощь, которую мы этому пациенту оказали Один год три месяца Подходящий возраст Сука, порода Тойтерьер, зовут ее Чижа Порода с генетически наследуемым Нет, мы не видели в списке тех пород генетически наследуемого заболевания На самом деле, на данный момент Подавляющее большинство моих, конкретно моих пациентов с болезнью Адисона Это либо Тойтерьер, либо Йоркшеский интерьер Мне почему-то еще не удавалось встретить ни одну собаку из перечисленного хранения пород Весит килотриста, напоминаю Какие мы данные получаем? Это пациент, который умирает Пациент в состоянии шока Мы осматриваем его с целью получить максимально емкую информацию Которая нам поможет этого пациента реанимировать И видим достаточно характерные изменения Гипотермия характерна Блюкозу крови мы не можем не смерить Потому что ее уровень ниже уровня определения глюкометра И мы можем сделать предположение о том Что в состоянии комы, кроме дегидратации Немаловажная роль также отведена гипогликемия Частота сердечных сокращений составила 48 ударов в минуту Может быть такое? Ну, наверное, по логике вещей не может быть Потому что правила критических пациентов с дегидратацией Повторяюсь, предусматривают ахикардии Но в случае с болезнью Адисна Именно этот симптом мы увидим Именно брадикардия Скорость наполнения капилляров у нас замедлена Брадикное Давление мы не измеряем Потому что это технически не получается у этого пациента Есть гипотония, выраженная гипотония И степень дегидратации составила порядка 10% Вспомним табличку, в которой по степеням дегидратации Расписано сознание 5% легкой степени дегидратации Абсолютно нормальное сознание 10% — это средняя степень дегидратации Сознание должно быть спутанным 15% — сознание либо кома, либо ступа А у нас пациент, у которого 10% степень дегидратации Какая это степень? Это средняя степень Но тем не менее пациент находится в состоянии кома Какой вывод мы из этого можем сделать? Кома, скорее всего, гипогликемическая Потому что с 10% мы еще не должны видеть кома Только лишь по причине дегидратации А когда у нас есть 10% и должно быть всего лишь спутанное сознание, но есть кома Мы думаем о том, что гипогликемия для этого пациента весьма-весьма важна И, в общем-то, особо ничего интересного мы больше в нем не находим За исключением того, что собака В принципе, в нормальном весе 1,3 кг для собаки породы По убитойности составляет всего лишь 3 из 5 баллов Это говорит о том, что собака болеет не день Конечно, как всегда, все говорят До доктора, вот она вот только начала умирать 2 часа как плохо До этого, принося, все было хорошо 3 из 5 баллов весит всего лишь 1,3 кг Это колоссальный повод подумать о том, что собака болеет давно Может быть, медленно росла Может быть, плохо развивалась А может быть, похудела за какое-то последнее время Гипогликемия – это, наверное, первый каталогический аспект С которым мы будем бороться в конкретно этой ситуации Для конкретно этого пациента Гипогликемия для него значима Поэтому мы более смогли концентрированный раствор глюкозы Как мы его рассчитываем? На 1 кг веса должен приходиться 1 г глюкозы Соответственно, нашему пациенту нужно 1,3 г глюкозы Что составит 3,25 мл 40% раствора глюкозы И вводить мы его должны медленно и разведя с физиологическим раствором Для того, чтобы избежать фребита в результате воздействия концентрированного раствора Инфузионная терапия у нас зависит не только от степени вегетратации и физикальных данных, которые мы получили Но она будет зависеть также и от экспресс-диагностики, которую мы имеем возможность быстро, буквально сразу же на приеме, за несколько минут провести у этого пациента Гематокрит составил 50%, паж крови 7,3, кретинин 80%, мочевина 25% Опираясь хотя бы только на эти данные, какие выводы мы можем сделать? Гематокрит 50, много, мало? Наверное, многовато Кислотность крови Это хорошая кислотность крови? Никто не помнит кислотность крови? Чуть-чуть-чуть Физиологически нормальная кислотность составляет 7,35, у нас 7,3 Ну, чуть-чуть снижена Креатинин и мочевина Почему мочевина может быть высокая? Пациент умирает Дегидратация, гипоперфузия, гипоперфузия почек Альбумин 25, белок 50 Нижние границы, обратите, пожалуйста, внимание, это нижние границы референтных диапазонов Нижние границы при гемоконцентрации И, исходя из этих данных, мы можем сделать вывод о том, что, скорее всего, у этого пациента У которого сейчас есть норма альбуминомия и норма альбуминомия Скорее всего, раньше было состояние гипа По той простой причине, что сейчас он в состоянии криза, сейчас у него есть выраженная дегидратация Концентрация натрия 128 мм в литре, калия 6 мм в литре Много-мало? Гиперкалиемия есть? Говорили про степени гиперкалиемии Легкая степень гиперкалиемии 5,5-6,5 У нас пациент с легкой степенью гиперкалиемии, поэтому мы не будем хвататься корректировать ее отдельно Мы будем всего лишь проводить ему инфузионную терапию И на самом деле инфузионная терапия в этой ситуации – это единственное, что может его спасти Рассчитываем объем для проведения инфузионной терапии Дефицитный объем, который требуется для того, чтобы спасти этого пациента, складывается из трех составляющих Первая составляющая – это дефицит данного животного Вторая составляющая – это суточный поддерживающий объем И третья составляющая – это дополнительные потери у пациента И мы знаем, что у пациента есть рвота Поэтому в дополнительные потери будут включаться те потери жидкости, которые приходятся на рвоту Дефицит жидкости мы должны устранить в течение 6-8 часов, потому что пациент погибает от средней тяжелой степени дегидратации. Дальше считаем обычная простая математика. Считаем дефицитный объем. 0,1 – это что такое? 10%. Умножаем на вес 1,3 и умножаем на 1000. Получаем мы 130 мл. Добавляем 50 мл суточного поддерживающего объема. Почему 50 мл? Потому что на сутки на килограмм веса должно приходиться от 20 до 40 мл. И добавляем дополнительные потери с работой 20 мл на килограмм. Итого мы получаем 205 мл, которые мы должны ввести пациенту в течение суток. Но дефицит мы восстанавливаем в течение 6-8 часов. Поскольку пациент находится в состоянии гиповолимического шока, в течение первых 6 часов мы вводим ему 155 мл. Почему 155? Не в процентах считаем. Посмотрите на формулу. Без суточного. Мы вводим дефицит, мы вводим потери для того, чтобы спасти его от дегидратации, от гиповолимии, от шока. А остальной поддерживающий суточный объем, это 50 мл, мы распределяем на оставшиеся 18 часов до восполнения суточного общего, суточного объема. По большому счету на собаку весом 1,3 кг, 205 мл в сутки, на первый взгляд, может показаться достаточно большой цифрой. Эта цифра небольшая, если правильно, пошагово следовать этой формуле и высчитывать объем не просто на голосок, 20 мл на килограмм, а рассчитывать объем так, как этого требуют правила инфузионной терапии. 1,3 кг, за сутки мы вливаем 205 мл. Это тот объем, который позволяет вывести пациента из состояния гиповолимического шока. У меня все, что я вам хотела сказать. Я, наверное, вернусь к тому слайду с контактами, с которого я начала это изучение. Последнее еще раз объясните. Да? Последнее. Да? Что пояснить? Вот с вашей архотой, там, где-то, где-то, где-то. Я вас очень плохо слышу, я поняла, что вы что-то пошутили, но я, честно, вас не слышу. Еще раз объясните. Общий дефицитный суточный объем. Считаем в миллилитрах. Я даже не знаю, я за руку сейчас. Значит, первая строка. Общий суточный объем, мы его должны посчитать в миллилитрах. Значит, первая строка – это суточный дефицитный объем, рассчитываем его в миллилитрах. Этот суточный объем складывается из трех составляющих. Первая составляющая – это дефицит самого животного, его дегидратация. Вторая составляющая – это поддерживающий суточный объем, поддерживающий. И третья составляющая – это дополнительные потери. Что мы знаем о собаке? Мы знаем о собаке, что она весит килограмм триста, что у нее 10% дегидратация и что у нее есть рвота. Потери при рвоте составляют 20 миллилитров на килограмм. 20 миллилитров умножаем на 1,3, получаем дополнительные потери 25 миллилитров. Собака весит один килограмм триста грамм. Поддерживающий суточный объем составляет от 20 до 40 миллилитров на килограмм веса. Берем среднюю цифру и получаем 50 миллилитров поддерживающего объема на собаку этим весом в течение суток. И самая сложная цифра – это первая составляющая. Она складывается из трех параметров. Первый параметр – степень дегидратации. 10% – это одна десятая. Вес – один и три. И тысяча. Что такое тысяча? Это некая константа, которая позволит считать дефицит в миллилитрах. Посчитали три составляющие по отдельности и сложили 130, 50, 25. Понятно? Есть еще вопросы? Анастасия – это новый парамет. Анастасия – это новый парамет. Там два параметра. Продолжение следует...